Дистанционная установка программы Delphi 2022 Установку произвожу на компьютер заказчика через программу Inidesk Перед записью видео я проверил компьютерное наличие сторонних антивирусов И также я буду сейчас проверять компьютерное наличие включенного стандартного виндовского защитника Windows И на наличие включенного Бранмауру И давайте еще также посмотрим информацию о системе Для этого перейдем к компьютеру, свойства Здесь у нас десятка процессоров Pentium 6805 Память 4 гига, разрядная 64 бита Значит, давайте посмотрим Что у нас с защитником Защитник отключен Давайте посмотрим RedMaur RedMaur также отключен Собственно, теперь можем приступать к распаковке полностью архива Через 7zip 7zip я также предварительно установил Вводим пароль Так, все Архив распакован Давайте перейдем В RedMaur Нашу предводительную папку Здесь у нас Portable версия Delphi 36 Это у нас здесь программа находится в портативном виде Вырезаем папку Полностью переходим Так, где у нас тут Корень диска C Вставляем сюда папку Далее копируем папку ярлыки Вставляем в корень Далее сменим путь ярлыка Пропишем тот, который мы сделали А именно CdLphi 2022 Применим, сменим иконку Иконку Так Вот она Наша иконка Корни программы находятся Далее корректируем грузовой ярлык Применяем Так, сейчас также сменим иконку Так, ярлыки мы создали А точнее отредактировали И теперь отправляем на рабочий стол Далее закрываем Корень программы И теперь нам необходимо Активировать Delphi Активация у нас происходит Одним ключом на обе программы Запускаем любую из программ Далее нам необходимо ввести Ввести в программу e-mail E-mail я могу взять Сейчас предварительной папки Папка активация Почта для активации Текстовый документ Копируем отсюда e-mail Вставляем в программу Так, не скопировал По-видимому Все, нажимаем next Так, теперь будем производить Как я уже сказал ранее Программу через System Indification Ключ активации Копируем данный ключ Сворачиваем AnyDesk Переходим на наш рабочий компьютер Здесь я создам текстовый документ Временно Данные текстовый документ Я вставляю ключ Сохраняю текстовый документ Теперь необходимо Перейти к программе По активации ключей Запускаем Язду 2020.23 Далее нам в системе Необходимо вставить ключ Копируем заново ключ Вставляем В поле Нажимаем Generate Activation Code Код, который у нас Выдал Копируем Остальное пока Закрываем Переходим в AnyDesk Вставляем в программу Здесь нажимаем Activate Собственно И у нас программа Активировалась Активировалась у нас Как легковая Так и грузовая То есть Убе программы Мы ждем Пока у нас Теперь она запустится Итак Все у нас Программа запустилась Запустилась на английском Сменим сразу язык Выберем Русский язык Применим Настройки Собственно Все Программа у нас Активировалась Здесь у нас Лицензия Бессрочная ПМА До 2030 года Ну и собственно Все спецлицензии У нас также Здесь имеются На самой программе Программа у нас Мультимарочная Для сканеров Делфина Если кто не знает Списки по маркам Моделям кодов двигателей И всему остальному Можете найти на канале Отдельными роликами Есть Видео Так Ну давайте тогда Программу мы закрываем Сейчас я клиент Отпишу Ватсапе Я веду переписку Через телефон То что Чтобы он Подключил сканер Компьютера Для того Чтобы мы могли Прошить сканер Ну и если надо Будем устанавливать Драйвера И собственно На этом все Так По окну На время Переписки Я Пока Приостановлю Запись видео Итак Клиент Отписал мне То что Сканер Запитал Также Предоставил информацию По поводу Какой является У него сканер Одноплатный Или Довплатный И давайте Сейчас будем Приступать Далее К работе Во первых Мы Сейчас Перейдем Посмотрим Что у нас Тут по драйверам Есть или нет Так Драйверов Нету Собственно Ставим Драйвера Пока быстро Также Клиент Меня попросил Побыстрее Все это дело Закончить Иначе Ноутбук Разрядится Так Давайте Так Перейдем Где у нас Папка Драйвер 1251 Устанавливаем Драйвер Также Ставим Драйвер На USB Serial Порт Драйвер У нас Ставит Так как У нас Одноплатный Сканер Прошивать Будем Прошивка 32001 Прошивка Я беру Из архива С предварительной Папки Архив Распаковываем Вводим Пароль Переходим В папку Отсюда Берем 32001 Файлы Копируем Переходим Корень Диско СМ Корень Программы Delphi Наши Папка Fimware Отсюда Даляем Прошивка Старая Вставляем 3201 Далее Производим Запуск Любой Из программ Для того Чтобы Прошить Прошивка USBB Делаем Тест Смотрим Есть У нас Соединение У нас Выдают То Чтобы Остарело Прошивка 16 22 И Нажимаем Обновить Итак Прошивание Завершено Делаем Тест Прошивка У нас Сменялось Все Отлично Нажимаем ОК И Собственно На этом Работа Выполнена Давайте Удалю Все лишнее И после Отпишу Клиент То Что Все Чтобы Клиент Мог Уже Проверять Удалим Предварительную Папку Ну и Собственно Все Больше Лишнего Ничего Нет Так Очистим Корзину Ну и Если У вас Остались Какие Вопросы Можете Задавать В группе Сообщества В комментариях Под видео Спасибо За Внимание